Из-за обильных осадков деревни Фенина подтопило частный дом. Вода заполнила весь погреб. В ситуацию вовремя вмешались сотрудники спасательной службы Юпитер. Подробности у Светланы Черненко. Легли спать, ничего не было. Утром встали, вода по колено. Именно так рассказывают о своей беде домочадцы Татьяны Сидоровой. Женщина приехала в Фенина, как только узнала о проблеме. Она работает в Чехове, ее муж живет в деревне. Их домик построен в 1937 году. Здесь жило не одно поколение Сидоровых. Но чтобы был такой потоп, они не помнят. Сегодня утром проснулся муж, вышел и говорит, много воды. И стал сразу мне звонить. Я с работы отпросилась, бегом детей собрала. Детя приехали. Такая беда у нас случилась. Вот такой паводок, он бывает весной, но как-то так получилось, что нас настолько подтопило, что мы даже не ожидали. Я сразу позвонила в МЧС, и они как-то быстро связались с администрацией. Буквально в течение четырех часов все это быстро-быстро-быстро. Аварийно-спасательная служба Юпитер сразу направила спасателей на место происшествия. Они провели разведку и выявили, осадки не единственная причина подтопления. Оказывается, причина подтопления не только обильной осадки, но и дамба, которая располагается недалеко от деревни. Вот если присмотреться, между двумя озерами раскопки, это как раз она. Сотрудники Юпитера уже приезжали на место. Они раскопали дамбу для того, чтобы вода от дома быстрее уходила. Ввиду того, что обильные осадки, насыпи-то мешают естественному проходу, скажем так, воды. Старое русло было пересохшее. С нами определено, что ввиду большого количества осадков, которые выпало за прошедшую неделю, вышло из берегов ручей, небольшая дамба была, подтопление произошло небольшой территории. Было выявлено причины этого подтопления, привлечены силы и средства для ликвидации последствий. Теперь, когда дамба раскопана, остается ждать ухода воды. На это может понадобиться несколько часов. По словам начальника территориального отдела, они контролируют ситуацию. Мы приняли меры, чтобы, во-первых, не пришла вода в дом сам, подвалом, а сам дом, потому что жители испугались и начали даже вытаскивать мебель свою. Но этого не случилось, слава богу. И, в общем, сейчас принимаются меры для того, чтобы исключить не только подтопление, но и чтобы стабилизировать, и, я думаю, что больше такого не повторится. Если жироскоп дамбы не поможет, то спасатели привлекут дополнительную технику, чтобы откачать воду уже из погреба дома. Продолжение следует...